Политехнолог Абаз Галямов присоединяется к нашему эфиру. Абаз, рада приветствовать. Здравствуйте. Здравствуйте, взаимно. Абаз, дайте, пожалуйста, профессиональную оценку этому шагу корпорации «Мерседес», да и других корпораций, которые постепенно выходят из России, прикрывают свои центры, закрывают варианты обслуживания и так далее. Какое реальное влияние на ситуацию в Российской Федерации или на отношение к Российской Федерации у подобных шагов? Ну, конечно же, эти вещи бьют по режиму, ослабляют его позиции. Тот же Соловьев, он может истерить публично, значит, оскорбляя «Мерседес», обижаясь на «Мерседес», но в глубине души-то он знает, что виноват не «Мерседес», а Путин. Но Соловьев, ладно, вот он получает непосредственно, так сказать, за пропаганду, это его бизнес, и поэтому он свое внутреннее понимание там глубоко спрячет и свою обиду на Путина, значит, утопит в вине, значит, крымском теперь, да, потому что французских и итальянских, ну, пока они еще есть в России, да, там параллельный импорт и так далее. Вот, но, значит, если все так пойдет и дальше, то вполне возможно, что придется ему крымские и, значит, вины из Анапы пить вместо французских, к которым они привыкли. Вот, ну, а все остальные российские элиты, которые лишаются возможности ездить на «Мерседесах» и вынуждены будут пересесть на что-то там более дешевое, ну, они, конечно, Путину, мягко скажем, благодарны за это, не будут. То есть для всех тех, кто лишается возможности ездить с комфортом, конечно, им всем очевидно, кто источник их бед, их зол, даже если они публично это не говорят. Поэтому в целом такие вещи бьют по режиму, ослабляют его позиции и способствуют в долгосрочном плане способствовать росту протестных настроений. Вот тут я позволю себе, значит, заметить вот о чем. Сплошь и рядом сторонники российских властей, вот это важная часть их дискурса, они кивают на Иран и говорят, да, вот смотрите, Иран сколько лет там уже десятилетиями живет под санкциями, и, дескать, ничего там у них протестных настроений, никакого роста не заметно. На самом деле, ну, этот тезис рассчитан исключительно на людей, которые не знакомы с ситуацией в Иране. На самом деле в Иране протестные настроения растут, ну, если не семимильными шагами, ну, во всяком случае, рост там совершенно очевидно заметен. Если, значит, так называемая зеленая революция, это самые крупные в истории Ирана выступления, ну, до того момента более крупных не было, это, значит, во время переизбрания Ахмадинежада на второй срок, это лет, ну, 12, 13, там, 14 лет назад было. Вот, они были все-таки системными, то есть протестующие выступали под лозунгами «Аллаху Акбар» и, значит, избрали своим цветом зеленый цвет, то есть зеленый цвет ислама, поэтому их назвали «зеленая революция». Вот, то есть это был еще вполне системный протест. Мы, дескать, против употребления, против фальсификации, но мы не против «Исламской республики». То, начиная где-то с 18-19 годов, значит, протест стал абсолютно несистемным. И теперь, в прошлом году, вот мы помним, да, мощная была волна протестов, разрисавшая весь Иран после смерти Махсы Амини, девушки, которую избили, убили, значит, убила полиция нравов, неправильно, там, платок она неправильно носила. Вот, тогда уже никто не кричал «Аллаху Акбар» из протестующих, а кричали «Смерть мулом». Этот протест был абсолютно антисистемным. То есть он был уже не протестом против злоупотребления системы, как тогда, во времена «зеленой революции», так называемой. Вот, это был протест против самой системы, против «Исламской республики» в целом. И мулы тогда вынуждены были переодеваться в своих одеждах, выходить на улицу. Они боялись, потому что их реально неоднократно избивали. И силовиков уже убивать начали. Вот, последние протесты там отличались от предыдущих как раз тем, что там несколько десятков силовиков были убиты протестующими. То есть протест стал на порядок более радикальным, и это в значительной степени стало следствием санкционного давления. Как известно, Трамп вышел из ядерной сделки с Ираном. Ситуация там резко ухудшилась, значит, санкции заработали по полной. И вот протест стал трансформироваться прямо, повторюсь, он уже такой революционный характер носит. Поэтому эти вещи, они абсолютно работают, просто они работают в долгосрочном плане. Это не то, что, знаете, сегодня ввел сам, и завтра результат. Ну нет, к сожалению, в политике далеко не всегда результат приходит немедленно. Но в долгосрочном плане это все, конечно же, ударит по лояльности. Это еще одно очередное доказательство того, что режим толкает страну в изоляцию, толкает страну в маргиналы. И это никому не нравится. Они по телевизору могут говорить и кричать все, что угодно. Но в целом россиянам нравилось быть частью цивилизованного мира. В общем-то превращаться в маргиналов никто из них по-настоящему не хочет. Ну да, если еще учесть, что это все происходит в преддверии выборов. Вот сообщается, что в политическом блоке администрации президента, которым руководит Киренко, определились с так называемыми спарринг-партнерами, которые будут конкурировать с Путиным. И среди зарегистрированных не должно быть политиков моложе 50 лет, чтобы, грубо говоря, на их фоне бункерный мог хоть как-то прилично выглядеть, чтобы, не дай бог, россияне не подумали, что он уже старенький, и давайте уже отдыхать. Вообще, как бы вы оценили вот эти попытки подготовки к так называемым выборам? Ну, смотрите, они проблему определили правильно. Конечно, у россиян к Путину куча претензий помимо возраста. Возраст, в принципе, не главный. Но предъявлять вот остальные претензии страшно. Они, если можно так выразиться, криминализованы государством. То есть можно предъявлять претензию по поводу войны, но тогда ты подпадаешь под статью о фейках против армии, например. Или, значит, может быть, обвинял в поддержке экстремизма. Ну, и так далее, и так далее. То есть вот против всех содержательных претензий к политике Путина, которые могут быть предъявлены, предъявляются обществом во власти, выстраивают какую-то защиту, в первую очередь правоохранительную, силовую, юридическую, так сказать. А вот обвинять Путина в том, что даже не то, что обвинять, а постулировать, слушайте, ну он старый уже, это не криминально. Он же правда старый, да? Значит, и вот здесь, и вот в эту нишу россияне все свое недовольство могут направить. Ну, дескать, я бы в целом, конечно же, за Путина, ну сколько можно? Ну старенький уже, все уже, дорогу молодым надо. Это такая легитимная претензия. И заткнуть эту дыру ты, в принципе, не можешь. Ну ты не можешь криминализовать подсказывания о возрасте правителей, что совсем бред будет. Вот, поэтому эта тема возраста, она потенциально взрывоопасна. Да, вот я говорю, недовольство из других сфер, так сказать, накопленное по другим поводам, оно сюда может вот хлынуть. Знаете, как вот, ну, река там какое-то вот наводнение, да, и он какое-то русло там находит, выходит из берегов, куда-то течет там. Ну это вот происходит, значит, куда потечет, ты выяснишь вот по ходу дела, да, ведь? Заранее это трудно спрогнозировать. Вот, и вот эта тема возраста, она, в принципе, представляется одним из возможных вариантов, куда этот поток хлынет. Поэтому, чтобы минимизировать здесь потери, они вот придумали, значит, а давайте тогда, типа, все старички будут, и на их фоне Путин уже будет выглядеть нормально. На самом деле, конечно, это кажущееся очень простым, но совершенно неправильное решение, потому что оно приведет всего лишь к всплеску недовольства системой, то есть к росту антисистемных настроений. Ну, то есть люди в очередной раз убедятся, что системы реально не предлагают никаких альтернатив, что на самом деле она всего лишь создана, там, дублировать Путина, путинскую повестку, путинские месседжи, так сказать. Ну, и, соответственно, это очередная волна разочарований в системе. Поэтому выбор такой непрофессиональный. Я как политехнолог, я бы, на самом деле, им предложил совсем другой вариант. Они пытаются от проблемы спрятаться в кусты, а на самом деле они теоретически могли бы, знаете, обыграть эту тему возраста, но просто надо было бы действовать очень смело. То есть Путин мог бы, знаете, появиться за руку с кем-нибудь молодым, ну, не знаю, Дюмина там взять, в конце концов, у него немало вариантов, и сказать, что, да, дорогие россияне, вообще, конечно, я не собирался еще на один срок идти. Но в ситуации, значит, СВО, конечно, я не могу уйти, покинуть, не доведя до ума там вот это дело, которое я начал. Потому что смена руководителя в России – это всегда в некоторой степени дестабилизация, в некоторой степени ослабление системы. Мы не можем сейчас себе этого позволить. Но сидеть до конца, до самой смерти я тоже не собираюсь. Это ненормально, это неправильно. Дорогу, так сказать, молодым. Нужны свежие силы, нужны новые идеи. Вот, поэтому вот, смотрите, это человек, которого я, значит, собираюсь сейчас назначить премьер-министром. Потом, пока идет СВО, мы вместе работаем, я президентом, он премьер-министром. Потом, после окончания СВО, мы видим, что если вы удовлетворены его работой, если я удовлетворен его работой, ну, так я тогда, как и собирался, ухожу на пенсию, а вы вот пока к нему присмотритесь, и у вас будет возможность за него, так сказать, проголосовать. Ну, то есть, тему возраста обыграть так, чтобы, ну, то есть, можно ее обыграть так, чтобы люди, голосуя за Путина, на самом деле уже понимали, что они голосуют уже не столько за Путина, сколько вот за этого молодого. И всю кампанию надо было бы вести, да, вот этот молодой ездил с Путиным и говорил бы о реформах, чтобы было видно, что это не какой-то там, знаете, тюбетеечник какой-то, мухомор, вот, а что это человек такой, ну, там, про модернизацию, про реформы, да, про движение вперед. Вот если бы так сыграть, уж извините, я опустился в свои политтехнологические рассуждения, но раз тема возникла, да, я просто пытаюсь продемонстрировать, что Кремль, имея все вообще возможности, административные, финансовые, интеллектуальные и так далее, выбирает, на самом деле, ужасно тупое решение. Ну, то есть, они выбирают решение, которое будет усиливать антисистемное настроение. Между тем, на самом деле, на поверхности достаточно лежит решение, которое, в принципе, будь Путин более гибким политиком, более смелым политиком, более сильным политиком, чем он есть, на самом деле, он мог бы это сделать, да, он мог бы вот эту тему возраста обыграть, и россияне бы, уже понимая, что Путин сам признает проблему возраста, что он через день-два, в общем-то, ну, извините, не через день-два, ну, там, через полгода, через год, уже сам готов пойти, что... Через день-два, нормально, пожалуйста. А? Через день-два, пожалуйста. День-два устраивает, да. Нет, слушай, меня бы это устроило еще вчера и полвчера, и полгода назад, или полтора года назад, вот, да. В общем, можно было бы, в принципе, действовать по-другому, но они вот снова, как всегда, значит, из всех худших вариантов, каких у них есть, выбрали самый тупой, они реально в какой-то момент доведут ситуацию до революции. Вот, как когда-то Николай II, благодаря своему упрямству и, вот, как это сказать, тугоумию, да, вот, по-другому не скажешь, вот, это сделал. Вот, вот, Путин с Кремлем нынешним сами в эту ситуацию усиленно страну толкает. Страна не хочет, страна сопротивляется, они ее вот прямо туда толкают. Вот эта идея, о которой вы меня спросили, это еще один очередной шаг в этом направлении. Ну, пускай шагают, можем сказать так, пускай идут. Аббас, спасибо вам огромное, что присоединялись к нашему эфиру. До новых встреч, Аббас Галямов, политтехнолог. Спасибо. Оперативные новости, эксклюзивные видео, аналитические обзоры. Freedom of Telegram, только проверенная информация. Обязательно подпишитесь. Будьте в курсе всех событий. Ссылка на наш Telegram в описании. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...